приветствую друзья я сейчас продолжу про психосоматику аллергии но это будет не запланированная четвертая часть я не буду сейчас продолжать читать разбор по психосоматике я просто хочу записать видео обратную связь на комментарии которые я получила я просто была в шоке от некоторых комментариев и понимаю что меня не совсем понимаю то что я пытаюсь сказать вот первый комментарии все это глупо вы не можете исправить себя человек до третьего на третьей части досмотрел то есть первую вторую смотрел да и на третьей пробомбила вы не можете исправить себя работать над собой и такую же публику ищите который не может над собой поработать вот я не знаю откуда она такие выводы взяла что не можете вот я прокомментирую это вот вы еще учите людей злу злу и это самая низкая называют о справедливости то есть когда я говорю разграничить свои границы отстоять свои границы это зло но я уже тогда не знаю что ответить то есть вы считаете если к вам пришли домой забросали вас говном насрали вы должны улыбаться подавить и сказать все нормально и ничего с этим не делать ну то есть если вы считаете что вот так надо жить но окей хорошо мои рекомендации что можно дать по чайнику любому кто пытается испортить вашу жизнь для тех кто не хочет болеть и иметь аллергии или другие болезни подавлены гнев не тот кто хочет и считает вернее наверное эти люди они так и живут скорее всего раз они такие советы раздают что типа вы не должны отвечать в ответ ничего я несу зло блин я во всех видео говорю находить люб в любом зле что это не зло это добро находить добро и пытаться использовать это с пользой принося пользу себе и миру всегда добавляю чтобы всем было хорошо у нас нету зла и добра в этой жизни у нас есть что-то такое вот что-то нейтральное какой-то инструмент который мы сами решаем как использовать во благо или во вред но этот инструмент не становится плохим или хорошим это просто инструмент молоток просто инструмент вы можете ему бить можете сделать гвозди он от этого не становится не хорошим неплохим это просто инструмент у нас все чувства все вообще вот все совершенно вокруг оно совершенно и нейтрально и вот как решать его использовать только вот наш ум решает но опять же не наш ум скорее всего нам навязали так решать и так делать ладно с этим злом но все кто меня смотрят подписчики у кого скудоумие еще не наступила маразма нету то они меня понимают что совершенно все совершенно все зачем-то нужно все мы должны использовать во благо иногда просто человеку дать по голове в ответ физически будет полезнее чем ему там чего-то объяснять вот такое я зло во плоти да вот кому не нравится извините все мил не будешь и эта женщина ольга ольга стромина она значит пишет то что это очень ужасно и прикрываться бумерангом вот и нести зло что нужно в комментариях там принести зло то есть она считает что осуждать это плохо осудив меня она сама же это и делает то есть она осудила какая плохая какая глупая что несу зло что это самое ужасное ты самая низкая что вообще на свете бывает поверьте самая низкая она точно никогда еще не видела если называют вот это вот низким ответить ответить осуждением я буду осуждать тех кто осуждает меня я так хочу вот дальше я не могу себя исправить на психосоматике вот здесь вот меня просто тоже порвало и она здесь была не одна зачитая некоторые сообщения которые просто прям поразили до глубины души мне начали писать разные коучи и психологи от доброты своей душевной сейчас я найду эти сообщения ну или привет я посмотрела твои видео про аллергию благодарю у меня возникло желание поработать с твоей аллергией попробовать ее убрать если ты конечно не против да я понимаю то что это естественная реакция тела на раздражитель но что если мы просто изменим способ реагирования какие добрые люди но неужели они не понимают что если я работаю с психосоматикой блин куча лет работы с людьми я не могу справиться психосоматикой с собой но это же ну блин глупо то есть как бы я человек который занимается этой психосоматикой не с книжек каких-то не читая в интернете я сама эту психосоматику вижу и объясняю как ее читать как с ней работать нигде не обучаясь не выучивая психосоматику которую там в интернете я учу на своих курсах сейчас у меня нету раньше были сейчас некогда просто как не читая книг интернета считывать свое тело как разбираться что сигналит каждый орган как это всю картинку мира с неужели я не понимаю вот это вот она мне написала потом не другая она написала тоже нелли здравствуйте я видела твою видео у тебя аллергия с которой ты не можешь справиться я могу тебе помочь провести с тобой сессии третье ольга нелли здравствуйте ну просто я посмотрела твои видео не помню как дословно написала ну что-то было такого такого же формата я могу провести с тобой работу бесплатно ты так много помогаешь поэтому хочу помочь тебе справиться твоей аллергии у меня уже просто после третьего человека начало бомбить я уже начала себе писать всем писать начала ребят вот если бы вам посоветовали убрать боль от горения руки в костре вы бы согласились но подумайте ну у меня она пишет я не предлагаю брать боль я предлагаю выбрать дух другой способ реагирования я пишу какой способ реагирования ты хочешь предложить если горит твоя рука в костре какой способ но только боль заставит убрать эту руку с костра какая еще может быть реакция у меня должна быть реакция чтобы это не делать понимаете убрать это за почувствовать что у меня рука горит если я уберу боль у меня рука будет нечувствительна к костру если она туда попадет на плитку вот отвернулась положила но сгорела просто я что я не чувствую более же нету боли то блин естественная природная хрень как и любой сигнал тела любой болезни это тоже самое совершенно сигнал который нам нужен нам не надо от боли избавляться нам нужно понимать от чего это боль и решать вопрос что ее вызывает ну никак не с болью не с ее реакциями не придумывать какие-то альтернативные способы реагирования дальше мне начинают писать идея у меня конечно пока не сформировалась пишет она я похожу подумаю мне пришло идти через линию времени но это если работать с психосоматикой я похожу тебе напишу короче что-то выдумывают мне пишут я у вас вообще помощи просила вот я считаю что не просят не прошлые советы вот нахер никому не нужны помогайте тем кому это нужно если у вас нет окружения которому можно запихивать ваши советы ненужные да себе помогаете себе в зеркале говорите то вы можете распространять эти ролики на ютюбе как у меня то есть берите записывайте видео кому надо по заголовку проблему какой-то да они найдут зайдут и посмотрят но пихать эти видео кому-то или писать личные сообщения или там встречаться с друзьями и советы свои раздавать тайну никто их не просит эти ваши советы зачем они нужны запомните раз и навсегда если вам что-то захотелось кому-то посоветовать знаете этот совет нужен только вам и себе посоветуйте его ладно хорошо я ей пример пишу 1 они 2 и потом ольге говорю если бы тебе посоветовали убрать аллергию реакцию сыпи когда ты пьешь доместос ядовитый чтобы было больше понять не да ты бы согласилась убрать этот способ ну то есть ты согласилась бы убрать аллергии этот сигнал тела я говорю какой способ реагирования ты хочешь предложить на прием доместоса яда я же объясняю у меня аллергия на сахар у меня аллергия на химические продукты которые вызывают в теле проблемы же кота которые вызывают в теле проблемы вызывать любые болезни блин кормят эту патогенку химия разрушает организм засирает мозги еда ядовитая которая химическая которая заставляет стареть мой организм болеть в организм в итоге потом разрушает его она просто не должна попадать в организм и аллергия мне говорит ты съела говно ну или ну просто не ешь его пожалуйста не будет аллергии у меня нет аллергии на сорные травы как я разбирал эту аллергию с ней надо поработать у меня нет аллергии на животных у меня аллергия только на кусок говна который я сожру все здесь только один вариант не жрать эту херню и все мой организм защищается и аллергия это просто вычищение организма то есть через под кожу и все яды эти выводятся вот и все зачем не избавляться аллергии я пишу я ем яд которому меня убивает сахар синтетический то что разрушает мое тело за счет доместоса я бы обострила обоняния например пишет они мне то на хрена мне обоняние и мне просто не надо жрать зрение еще обострить чтобы смотри что там сахара нет действительно и не есть это если он есть пишу в общем нафига мне убирать реакцию тела на яд я просто не ем сахар все если он попадается я получаю реакцию виде аллергии это я вывожу яд мне не надо менять природу мои естественные заложены природы реакции организма на отравление я зачем блин все советами мне просто ну ребят вот нахера я каждый раз говорю что психосоматика блин вот почитайте даже этого синельникова возлюби болезнь свою возлюби я люблю свои болезни мне нравится моя аллергия мне ее лечить не надо это просто охеренный язык тела помогающий мне просто смотреть что я делаю с собой не так у меня обычная нормальная реакция у тех кто ест ковнище вот разрушает свое тело нет реакции это просто тело отключило понимаете отключило реагирование на примере у меня хороший пример описан про курение в книге когда мы первый раз пробуем сигарету я говорю они курящих в подростковом возрасте первая сигарета вызывает головокружение тошноту может вызвать рвоту тебе становится плохо поднимается давление температура тебе то в жар то в холод у всех по-разному но в основном вот такие вот симптомы у кого-то в большей степени у кого-то в меньшей мутится голова и хочется упасть понимаете но когда человек курит потом вторую третью четвертую организму приходится выключать все эти реакции чтобы не чувствовать как плохо то есть все эти яды они как действовали так на организм так и действует но внешне они не проявляются иначе человеку пришлось бы курить и блевать постоянно курить его морок падать но это организму невыгодно поэтому он стойко просто отключает рецепторы реагирования на эту сигарету на эти яды люди которые жрут херню всякую убивают свой организм они думают что они якобы здоровы на самом деле они просто отключили рецепторы чтобы не чувствовать как убивается организм организм просто молчит он просто колебался орать поначалу просто молчит рано или поздно это все потихонечку накапливается и потом вот тебе онкология вот тебе блин диабет вот тебе еще какие-то болезни вот тебе астма вот тебе миллион других аллергии и так далее то есть вся эта херня накопилась пожалуйста вот она начинает потом но с этим уже борется лекарствами которые еще больше накапливают эти яды организм еще больше начинают молчать и в итоге блин люди все умирает неестественной смертью от болезней который вызывает наши жрачка и маленькие дети рождаются больные не из-за того что вот блин тоже еда то что ела мама в до родов за год три во время беременности потом во время лактации вот всем чем она питалась то то говно и перешло ребенку поэтому он больной рождается наследство наследство вот наследственность она из-за еды что все в семейке приучены есть одно и то же обычно но весь смысл не надо мне советовать отключать нормальные реакции тела я кайфую от своей аллергии она всегда мне покажет что он или опять ты съела говнище которое тебе впрок не идет реально от сахара такое похмелье случается я с утра злая во-первых от сахара во-вторых очень сильно трещит голова головные боли мне многие говорят что ты не избавишься от своих мигрений когда не ем сахарами нет мигрени всю жизнь мучилась мигрени потому что ела химозную химозину там шоколадки какие-то непонятные жвачки да вот с детства вышел там получались есть непонятно что никогда не чистился организму только от долгов нищие вот и что головная боль что аллергия все одно это нормально мне не надо лечить аллергию мне не надо лечить свои головные боли мне просто не надо делать то что они вызывают я себя просто обезопасила если бы у меня не было бы аллергии не было реакции не было бы головных болей мигрени на химозу моей бы силы воли я вам клянусь не хватило бы чтобы я это не ела и не употребляла я бы употребляла зная что это хреново для моего организма зная что я быстро старею знаю что это никак не впрок мне идет но я бы это все равно ела потому что силы воли у меня маловато понимаете ли и тело моё офигенно просто работает и она не позволяет мне травить себя я настолько благодарна телу и своим болезням и этой аллергии которую я не собираюсь лечить прорабатывать поэтому психологи блин засуньте свои вот эти вот советы себе и лечите и отрезайте языки тела себе пожалуйста мне не надо вы что думаете я дурочка и не понимаю что ли как это сделать ну можно отключить рецепторы можно поработать и безболезненно все вообще жить окей поначалу да но потом и толкнется вы потом не сможете с этим справляться ни с чем а а а а а а